Мы сейчас были на кругу. Я приехал в велосипеде, он у меня в церкви, да, я так нахожусь, и следом Сергей Павлович приехал, вот он стоит. Ну и нет никого, но вы, конечно, пешком идёте. Я говорю, не торопится, брат, я вышел, вы там идёте, идёте вальяжно так, вот так вот. Это такой всегда вельястый поход, ты идёшь, доволен. Ну, что такое? Что, а самодель? Я говорю, что-то не на работе, где-то я была, рота, забивай! Всё, начинает спеть. Ну, видно, я был в своих родственниках в Тергрейсе, и там один выходит, я говорю, а сколько ему лет, старец бородой, седой, в папанку какой-то, и говорит, а он идёт вот такой, у него космос, он атакует. А кто он такой там, я не знаю, из Чеченицы, из Дагестаницы. Сейчас мы увидим один пример. Проходи, проходи, Энеша. Белая, белая, белая. Мне надо велосипед ставить туда, я его держу на крысе, а я не поставил, почему? Оно занято место оказалось. Без нас, без меня, кто-то занял его. Ты посмотри, чем заняли, посадите сюда. Я подхожу, а тут стоят два братца. Какая радость. Понимаешь, я-то вчера только поговорили с Романом, посмотри. Вот стой, осмачивай. Вот такой, толкушки, дорогу там было, или там дамбы. Он вчера со мной пришёл, я ему показал, какой, вот это тут заосеницы, вот эту вот надо, заосеницу убрать, иначе руки порежут. Вот эту заосеницу, он отпилил, видишь, отпилил. Не отваривал. Какую сделал, широкую. Приварил, это долбить будем, когда мы дороже там будем трамбовать. А это сделал, чтобы держать его лучше дома. Материал такой взял. Видите, как сварил. Чтобы не упало, никуда не свалить. Это Роман, но у него нет никакого образования как будто. А его везде ценят. Любой ремонт сегодня. Мастер. И вот смотри, это моей родной сестры, это мой очень пригоден. Ой-ой-ой. Тут не поешь, не поднимешь. Дубнов. Дубнов. А сейчас Дубнов за вас работа все время будет. Дубнов охватает свою работу. Золотом. Так, куда его деть, Володя? Надо спрятать. Смотри, я говорю, сделай так. Я думал, он так как-то приварит, чтобы поперечинки были. Вот так. Он какие пластины там выпилил и сделал. Это хоть на продажу выноси. Что значит образование? Ты смог бы сделать это? По счастью? Нет, я нет. Ты смог бы? Ну, хотя бы удивляйся, можешь. Да-то потеряй, но удивляйся. Когда человек ничему не удивляется, он неинтересный. Это надо будет потом широким напильником, и ты кого-то с лесу убрать здесь. Хотя, нет. Если ты не удивляешься, ты сам никогда этого не сделаешь. Мы должны жить так, чтобы люди поняли, что мы живем не напрасно. Мы кого-то ждем в гости. Мы желаем добро сделайте. Вот так, братья, как это, щебень там все у нас, дорогу. Ты у меня познакомишься вот с этой вот. Видишь, он как ее сделал? Она короткая, а он ее сделал, наварил. Смотри, видишь, нет? И с толстой. Вот это отношение к делу. Так, вчера поговорили. Он дорога идет с женой, я говорю, Роман, ты мне очень нужен, и никто это не сделает, кроме тебя. Ну как? Ну, в случае чувствуется, что кошки прибежали. Давай, заноси сюда, спрятать надо. Заноси. Белый, ты работай. Когда тысячу раз ударишь, почувствуешь, насколько они увесистые. Они перевелись еще в богоцеремные земляжи, скорее. Так, рядом. Подожди, чтобы не упали. Все. А в это время, смотри, приходим. Прихожу, а тут кастрюля. Иди-ка сюда. Мы пока на работе были, а кастрюля горячая. Что тут стоит? Каша, малаша. А-то на ужин. На ужин, сейчас поедим. Мы не обедали еще, мы работали. Вот у нас есть манная каша. Ну, вот видишь как. Молоко есть у нас. У нас много что есть. Это ножи. Своё дело так. Заходим, руки моем, и все. Бочки, руки не мочить. Отдельно только веотром наливать. Шарик. Шарик. Все, слава Христу.